А далее к ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Сегодня там должна была начаться опись имущества. В обители утром приехали члены комиссии по инвентаризации. Они хотели осмотреть и опечатать помещение лавры, но верующие не допустили их к зданиям и заставили покинуть территорию лавры. Госкомиссия обещает вернуться и грозит обратиться в полицию, если верующие дальше будут препятствовать ее работе. Прихожане УПЦ этим временем настроены бороться за свою веру и за свою церковь. Они всю ночь охранили лавру от захвата. УПЦ также намерены отстаивать святыню и свои права. До окончания судебного разбирательства монахи никуда из лавры не уйдут. Киевский суд уже принял к рассмотрению соответствующий иск. Первое заседание пройдет 26 апреля. Митрополит Павел, наместник лавры, накануне обратился к президенту Украины, заявив, что Господь не простит ему изгнание служителей церкви. С подробностями событий вокруг лавры наш корреспондент Владимир Синельников. Монахи Киева Печерской лавры отказались подчиниться требованиям украинских властей покинуть свою обитель. Их поддержали сотни верующих, которые остались ночевать на территории монастыря в храме Агапита Печерского. Руководитель Синодальной информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви Митрополит Нежинский Прилукский Кельмен заявил, что монахов из лавры выселять не будут, поскольку для этого нет юридических оснований. Департамент культурного наследия Минкульта заявил о начале работы в четверг инвентаризационной комиссии, которая до 1 мая должна провести полную опись имущества, подлежащего передаче государству. Помещения лавры будут опечатаны, а и монахов туда не пустят. Однако настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что представителей комиссии на территорию монастыря не допустят без соответствующего решения суда. Также митрополит Павел обратился к Зеленскому, заявив, что Господь не простит президенту и его сторонников выселение монахов из лавры. Кажу вам, пане президент, и всей вашей своре, что слезы наши не впадут на землю. Они все впадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, вошел до влады на наших спинах, на нашем желании, и можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей родине за этот поступок. Потому что сегодня в эти святые хвилины 220 человек братии выкинуты вам на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевской Церкви и Украину Ануфрия с синодом. Вы не могли прекратить одержимого буйством злобы, ненависти и дьявольским сбежением министра культуры. Значит, он творит все по вашему дозволу. Горе вам. Бейтеся. Митрополит Павел сообщил о намерениях власти отобрать не только Киево-Печерскую Лавру, но также и Почаевскую Лавру и другие православные монастыри. Сам Зеленский в вечернем видеобращении заявил, что выселение монахов из Лавры – это, цитирую, «шаг в защите общества от московских манипуляций религии». То есть президент Украины рассматривает выселение монахов из Киево-Печерской Лавры только как начало процесса полной зачистки, тем самым косвенно подтвердив заявление митрополита Павла о том, что будут отобраны и другие православные монастыри и храмы. И в том же видеобращения Зеленский назвал Украину, цитирую, «территорией самой большой религиозной свободы в этой части Европы». Раскольники из Православной Церкви Украины уже назначили своего наместника Киево-Печерской Лавры. Им стал архимандрит Аврамий. Утро в четверг верующие не допустили представителей комиссии Департамента культурного наследия в храмы Агапита-Печерского и Рождества Богородицы, а также в 55-й корпус монастыря, который они пытались опечатать в первую очередь. Сторонники канонического православия вытеснили их за пределы Лавры. Представители комиссии, в свою очередь, заявили, что они обратятся в правоохранительные органы. Владимир Синельников, Вести ФМ. Власти Киева откровенно уничтожают церковь и борются с Богом. Об этом в нашем эфире, комментируя последние события вокруг Лавры, заявил официальный представитель Русской Православной Церкви Вахтан Кипшидзе. Он сравнил действия украинских властей с безбожниками. Церковь возглавляет Христос. Они борются с Богом. Я говорю, потому что они делают в последнее время сами украинские клирики. Вот сегодня утром выступил Владыка Павел. И он совершенно недвусмысленно заявил о том, что лично несет ответственность за богоборчество Зеленский. И призвал, я бы даже сказал, так сказать, божье наказание на его голову. Вот это прозвучало в его выступлении. И мне кажется, что украинская церковь теперь вполне понимает, с кем она имеет дело. Она имеет дело не с какой-то там властью, которая придерживается одной политической позиции, другой, прозападной, пророссийской, еще какой-то. Она придерживается вполне откровенной богоборческой позиции. И вот сейчас эта богоборческая позиция выливается в уничтожение церкви, в изгнание монахов из Лавры. Они действуют, ну, я думаю, что в своем роде даже, наверное, хуже, чем безбожники 20-30-х годов. Потому что те, хоть они откровенно заявляли, что они хотят уничтожить религию, а эти вроде этого не заявляют, но делают то же самое и даже хуже. Атаку на Киево-Печерскую Лавру сравнили со священной войной без компромиссов. Лидер запрещенной на Украине партии оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Зеленский сжег за собой все мосты, санкционировав преследование по религиозному признаку. Почести на Западе вскружили ему голову настолько, что он решил отречь целую страну от канонического православия, то есть вычеркнуть тысячелетнюю историю народа, заявил Медведчук. Он напомнил, что в свое время этого не смог сделать ни хан Батый, ни польские австрийские короли, ни гитлеровцы. Но Зеленский, по мнению политики, рассчитывает на военную и финансовую помощь Запада. Однако, как сказал Медведчук, в вопросах веры ни оружия, ни деньги никогда никому не помогали. Цепочка европейских лидеров потянулась в Китай. После того, как председатель КНР первый после избрания визит совершил в Россию, не очень детально переговорил с президентом Владимиром Путиным, в Евросоюзе о планах встретиться с Си Цзиньпином заявили французский лидер Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес. Разница в том, что не Си приедет к ним, а они полетят в Китай. Председатель Еврокомиссии накануне этой серии визитов выступила с заявлением о будущем отношении Евросоюза и КНР. По словам фон дер Ляйен, от этого зависит экономическое процветание и безопасность ЕС. Подробнее расскажет наш корреспондент Брюсселя Регина Севастьянова. Регина, приветствую. Здравствуйте. Что первично было в отношениях Евросоюза и Китая в заявлениях Урсула фон дер Ляйен, о чем она сделала важный акцент? Позвольте мне начать с того, что Европа, по ее мнению, должна быть смелее во взаимоотношениях с Китаем, который за последнее время, как она выразилась, стал более репрессивным дома и более напористым за рубежом. Президент Еврокомиссии представила свое видение взаимоотношений с КНР накануне ряда европейских визитов в Пекин. Завтра уже с лидером Китая Си Циньпинем будет встречаться премьер-министр Испании Педро Санчетс. Хотя встреча и посвящена полувековому юбилею дипломатических и коммерческих отношений этих стран, основной темой станет Украина и мирный план Китая. Испания может сыграть тут роль переговорщика со стороны Евросоюза, поскольку в июле она принимает ротационное президентство в Евросоюзе. Педро Санчетс намерен озвучить собеседнику позицию, согласно которой любые решения по мирному регулированию должен принимать Киев. Он также подчеркнул, что будет выступать за неприкосновенность территориальной целостности Украины, а урегулирования должны быть сопряжены с соблюдением мирового права по Уставу ООН. Санчетс особо подчеркнул накануне этого визита, что Испания хочет и готова сыграть свою роль на международной арене в этот сложный период. Китай глобальный игрок, и мы, конечно, должны прислушиваться к его голосу, в частности, сказал премьер-министр Испании. Однако позиция столицы Евросоюза, судя по всему, иная. В начале апреля уже в Пекин отправятся с визитом президент Франции Эммануэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, которую Макрон пригласил присоединиться к нему. На саммите лидеров стран Евросоюза, прошедшем в конце прошлой недели, решений по отношениям с Китаем де-факто принято не было. И многие аналитики здесь говорили о том, что Альянс никак не может определиться со своей терминологией, воспринимать Пекин как партнера или как врага. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн сегодня де-факто впервые выступила с полноценной программной речью касательно взаимоотношений с этой страной. Начав с комплиментов в адрес истории и культуры Китая, лидер Еврокомиссии достаточно быстро перешла к более привычной для нее критике в адрес Пекина, в частности указав на ситуацию на Тайване, обвинив Китай в ряде нарушений прав человека, раскритиковав санкции, введенные против некоторых официальных лиц из Литвы, европарламентариев, организаций и официальных лиц, Урсула фон дер Ляйн подчеркнула, я процитирую, «Мы наблюдаем очень преднамеренное ужесточение общей стратегической позиции Китая в течение некоторого времени, и теперь это сопровождалось усилением все более напористых действий». Отдельно фон дер Ляйн остановилась на контактах Си Цзиньпиня и Владимира Путина и их встреч на прошлой неделе в Москве, тоже процитирую. Самым показательным были напутственные слова президента Си Путина на ступенях у Кремля, когда он сказал, «Прямо сейчас происходят перемены, подобных которым мы не видели уже сто лет, и мы являемся теми, кто управляет этими изменениями вместе», указала фон дер Ляйн. «Четкой целью Коммунистической партии Китая является системное изменение международного порядка с Китаем в его центре. Мы видели демонстрацию дружбы в Москве, которая тысячу слов говорит об этом новом видении международного порядка». Конец цитаты. Президент Еврокомиссии поэтому призвала страны Евросоюза смелее и быстрее использовать новые экономические инструменты против Китая, включая проверку иностранных субсидий, новую политику против экономического принуждения. Впервые намекнула на то, что Евросоюз может прекратить выполнение исторической торговой сделки с Китаем, которая была заключена в 2020 году, но впоследствии приостановлена Европейским парламентом в связи с санкциями Пекина в отношении некоторых евродепутатов. На фоне того, что она назвала несбалансированными экономическими отношениями, фондер Ляйн обещала, что Евросоюз представит новую стратегию экономической безопасности в конце этого года. По ее словам, Европа должна разработать целевой инструмент до исходящих инвестиций. Это будет касаться небольшого числа чувствительных технологий, инвестиций в которые могут привести к развитию военного потенциала, представляющего угрозу для национальной безопасности европейских стран. Она добавила, что ЕС необходимо определить свои будущие отношения с Китаем в чувствительных высокотехнологичных областях, таких как микроэлектроника, квантовые вычисления, робототехника, искусственный интеллект и биотехнологии. При этом СМИ считают, что в конце своей речи Урсула фон дер Ляйн все-таки сделала некие оптимистичные намеки. В частности, она сказала, что Китай представляет собой захватывающую и сложную смесь истории, прогресса и вызовов, и это определит нынешний век. Также она отметила, что отношения с Китаем слишком важны для ЕС, чтобы поставить их под угрозу, поэтому, чтобы понять друг друга, нужно друг с другом разговаривать, сказала она, коллега. И все-таки, Регина, скорее тон заявлений говорит о том, что это будет дружба и партнерство или принуждение партнерства? Тон заявлений говорит о том, что Урсула фон дер Ляйн не отступает от принятой и привычной для нее, скажем так, позиции, все-таки критики в адрес Китая. Она представляла эту страну как очень важного игрока на международной арене, от которого, конечно же, Евросоюз не может отгородиться. Тем не менее, очень много обвинений прозвучало в адрес Пекина. И если, например, лидеры стран Евросоюза, которые намереваются в ближайшее время встретиться с лидером КНР, я имею в виду Педро Санчеса и Эммануэля Макрона, все-таки говорили больше о том, что нужно сближаться с столицей Китая, чтобы международные взаимоотношения устанавливались на базе взаимного уважения, то Урсула фон дер Ляйн больше говорил о том, что может быть поставлено на карту, то есть торговые отношения с Китаем, которые не удовлетворяют Евросоюз, судя по всему, в лице официального Брюсселя. И, конечно, нынешнее состояние дипломатии. И вернемся к международной повестке. Вашингтону не обязательно высказывать свое мнение, когда речь идет о внутренних делах Израиля. Израильский премьер Бени Мин Нетаньяху ответил на слова Джо Байдена, который призвал Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы в стране. Премьер подчеркнул, что внутренние вопросы о будущем Израиля, в частности вопросы законодательства, решаются на основании воли народа, а не советов извне. В то же время Нетаньяху отметил, что союз между США и Израилем крепок вне зависимости от периодически возникающих разногласий. Приведет ли это перепалка Тель-Авива с Вашингтоном к большой ссоре, спросил нашего корреспондента. На связи со студией шеф Ближневосточного бюро Вестей Сергей Пашков. Сергей, приветствую. Здравствуйте. Да, действительно, это ссора. И да, действительно, мы имеем дело с охлаждением отношений между Израилем и Соединенными Штатами. Началось это не вчера и не с заявления Байдена, который посоветовал Беньямину Нетаньяху полностью свернуть юридическую реформу, которую тот пытался провести в государстве Израиля. Сейчас вы знаете, что эта реформа поставлена на паузу, приглашена оппозиция, и ведутся переговоры о компромиссном варианте, к чему, собственно, Вашингтон уже давно пытался склонить правительство Беньямина Нетаньяху, которое кажется американской администрацией достойным внимательного и пристального наблюдения, хотя бы потому, что в это правительство состоит из правых националистических и религиозных партий. И такой расклад, конечно же, заставляет Вашингтон вести себя гораздо осторожнее в отношении израильского правительства, чем американская администрация вела себя до сих пор. Да, действительно, советы прекратить, приостановить реформу, сесть за стол с оппозицией и договориться о компромиссе звучали из-за границы в течение последних 11 недель, когда эта реформа принималась. Звучали они и в Риме во время поездок Беньямина Нетаньягу, и в Берлине, и в Лондоне, и в Канаде во время визита туда министра иностранных дел Израиля. Вот сейчас прозвучало из Вашингтона. Сейчас это прозвучало для Израиля тем более обидно, что, во-первых, действительно юридическая реформа поставлена на паузу, переговоры начались уже вчера, и в Израиле грешным делом думали, что это достаточный повод для того, чтобы Беньямин и Нетаньягу наконец-то пригласили в Вашингтон. Дело в том, что встреча с главой американской администрации, приглашение в Вашингтон рассматривается в Израиле как естественная часть внешней политики. И здесь недоумевают, почему так долго Беньямин Нетаньягу, вновь занявший пост премьера, не приглашается американской администрации. И даже американский посол в Израиле заявил о том, что после того, как Нетаньягу пошел на компромисс, вполне возможно, что его пригласят на встречу через океан. Но это приглашение не последовало. Более того, Байден дал накануне понять, что вряд ли в ближайшее время Беньямин Нетаньягу надо готовить свой премьерский самолет для полета в Вашингтон. Видимо, встреча состоится не скоро. И вот эта вот встречная обидная реплика Нетаньягу, хотя стороны все время добавляют значимости стратегических отношений друг с другом, о их незыблемости, о том, что время и ситуация на них не влияет, но на личном уровне можно считать, что да, отношения достаточно сильно испорчены. Причем испорчены примерно так же, как они были испорчены при Нетаньягу и президенте США Бараке Обаме. В этой ситуации надо делать выводы внешнеполитического масштаба. Скажем так, Израилю надо опираться в свои политики перед угрозой иранской ядерной программы, сложной ситуацией на территории Сирии. Надо опираться на других союзников. Вот этот поиск союзников, поиск взаимопонимания, безусловно, будет толкать Израиль в сторону от Вашингтона, во всяком случае, во время каденции президентской Джо Байдена. Поэтому о серьезном разрыве отношений говорить, конечно, не приходится. Американцы будут помогать, как и помогали Израилю с вооружениями, военно-техническом сотрудничестве. Примерно 10 миллиардов долларов в год тратит американская администрация. На эти цели будут продолжаться и развиваться другие связи. Но вот на уровне правительств, на уровне лидеров, я думаю, что трудно будет говорить о сближении, о снижении недоверия, хотя бы потому, что сам состав правительства Израиля сейчас вызывает большие сомнения у администрации Белого дома. И опять-таки администрация Белого дома и Джо Байден лично не знают, чем закончится история с юридической реформой. Действительно ли Беньямин Нетаньягу ее отложил в долгий ящик, решил от нее отказаться или решил все-таки провести в том или ином виде. Поэтому в Вашингтоне решили, очевидно, подождать. Сергей, вот американские демократы пытаются еще накалить градус, потому что они требуют от Байдена принять срочные меры против правительства Нетаньягу. Правда, повод не судебная реформа, а отношение, агрессия по отношению к Палестине. Это еще один выпад против Нетаньягу? Да, конечно, это выпад против правительства Нетаньягу. Прежде всего, против союзников Беньямина Нетаньягу в этом правительстве. Пост министра безопасности, внутренней безопасности занимает и Тамар Бенгвир, представляющий движение религиозных сионистов, поселенцев, достаточно агрессивных людей, очень сплоченных и хорошо организованных. Его коллега по правительству Смотрич, Бецалель Смотрич, министр финансов. Это все люди с таким поселенческим бэкграундом, люди, которые считают, что Израиль должен простираться от моря до моря, которые уверены в том, что палестинское государство на территории, которая обозначена международными соглашениями, не должно быть никогда создано. Более того, Бецалель Смотрич недавно в каком-то эфире показывал карту, на которой не оказалось и Ордании, и по этому поводу был жутчайший совершенно скандал. Посла Израиля в Омане вызывали на ковер, были специальные объяснения, министр иностранных дел Израиля тоже давался определенные объяснения, и Египту, и Ордания, и было некое охлаждение со странами Персидского залива. То есть в этом смысле, да, конечно, администрация США внимательно наблюдает, она ведь является коспонсором процесса умиротворения между израильтянами и палестинцами, и вопрос создания двух государств для двух народов по-прежнему видится администрацией Байдена наилучшим решением палестино-израильского конфликта. Но, очевидно, у правительства Нетаньягу другой подход, другие взгляды, отсюда и взаимное недоверие, напряжение и осторожность. Будем наблюдать с дальнейшим развитием событий вокруг американо-израильских отношений на высшем уровне. Благодарю вас, Сергей. На связи со студией был шеф Ближневосточного бюро вестей Сергей Пашков. Продолжение следует...